Приветствую вас, уважаемые телезрители! Вы смотрите новости. Президент России Владимир Путин вошел в шорт-лист из восьми кандидатов на звание «Человек года-2015» по версии журнала «Тайм». Список был озвучен в эфире телеканала NBC News. Журнал «Тайм» отметил, что Владимир Путин играет решающую роль в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство», запрещенной в нашей стране. Также в шорт-листе президент Ирана Хасан Рухани и Ангела Меркель. Канцлер Германии вошла в список номинантов на фоне того, что в течение года всегда была в центре ключевых политических и экономических событий в мире, но при этом подверглась сильной критике из-за кризиса с мигрантами. Другим новостям. Глава Республики Крым Сергей Аксенов распорядился прекратить регистрацию сделок с недвижимостью по решениям украинских судов, а также на основании документов, заверенных украинскими нотариусами. Наш корреспондент Екатерина Наумова расскажет, о чем еще говорили на заседании Совета министров. Вчера я получаю чудесную бумагу, оказывается, что наша Щелкинская атомная электростанция, какая-то фирма, уже не помню, как она там называется, пишет, что ставим вас в курс дела, что атомная станция Щелкинская является нашей собственностью, договор в украинской купли-продажи, производим оформление и регистрируем за собой право собственности в российском законодательном поле. Остановить всю регистрацию. Я прошу прокуратуру, Сергей Борисович, в этой ситуации мы с Натальей Владимировной говорили, то есть как бы вынести предписание, найти нормы законодательные. В данном случае, значит, ни одного документа по решениям украинских судов, украинских нотариусов, хоть до, хоть после не должно производиться. Пусть идут в суд и в судебном порядке, в данном случае это я имею в виду о сделках, которые якобы заключены на территории Украины, не у крымских, у крымских нотариусов все проходит. То, что у вас есть в реестрах, пожалуйста, никаких вопросов. Все, что касается украинского нотариата, ничего не оформлять. Электроэнергию в дома крымчан должны подавать не менее 12 часов в сутки. В тех районах, где по каким-либо причинам это сделать невозможно, ситуацию нужно исправить как можно быстрее. Кроме того, необходимо пересмотреть графики, чтобы в свет домах был в периоды, когда люди в нем больше всего нуждаются, утром и вечером. Решения были приняты в рамках заседания оперативного штаба по ликвидации ЧАЭС. Какие еще вопросы обсуждали, расскажет Дмитрий Попов. В Крыму населенных пунктов без света нет. Количество часов, по которым включается электроэнергия, везде стремительно наращивается. Все крымчане должны иметь 12-часовую подачу электроэнергии. Больше вопросы обсуждаться эти больше не будут. Живем в такой же режиме. Топливо на гражданах не экономим. На горячей линии правительства часто поступают жалобы, что у людей свет обычно включают в рабочее время, когда нет никого дома или глубокой ночью. В связи с этим графики подачи электроэнергии в населенные пункты будут отредактированы. Люди пишут, что выбрали такое время, когда или на работе, или спят. Вы либо сдвигаете и меняете ротацию, проводите. Графики составьте справедливо. Всем тяжесть ситуации делить поровну. Одной из основных причин несоблюдения графиков подачи света называют изношенность электросетей. И как следствие, их частый ремонт. Тем не менее, бригад для ликвидации поломок самого разного характера хватает. 354 бригады, силами 137 бригад, персонал управляющих компаний, проведены работы по ремонту внутридомовых сетей. Также на работу графиков отрицательно влияют незаконные подключения к энергосетям. Подобные случаи уже зафиксировали в Ялте. Найти здесь после этого, рассказать, кто жировал в данном случае и пользовался лимитами незаконно, в то время как все крымчане в данном случае нуждались в электроэнергии, выставить их на вид. Нефтетрейдеры соблюдают заключенный с правительством республики меморандум. Бензина хватает. За сутки доставлено 600 тонн топлива. С учетом текущего потребления топлива мобильными генераторами и установками в республике в наличии имеется запас топлива на 22 суток. В республике уже запустили 840 котельных. Из них 230 отапливают многоквартирные дома. Остальные – учреждения социальной сферы. Питаются от постоянного источника энергоснабжения, не от дизель-генераторных установок. А вот котельные, которые отдельные для дошкольных учреждений, они запитываются, большая часть запитывается от дизель-генераторных установок. Для того, чтобы дизельные генераторы, которые находятся не на территории учреждений, не были украдены или повреждены, они будут охраняться в ночное время. – Проговорите с подразделениями казачества, ополчения, с милицией, то есть в данном случае разбейте, то есть таким образом дежурство, чтобы все ДГУ так или иначе были в поле зрения. Может быть, патрулирование наладить. Садики, в которых нет проблем с отоплением, работают до обеда. Более 90% школьников уже сели за парты. Как правило, везде уроки по 45 минут. Летние каникулы сокращать не будут. Мы разработали методические рекомендации, переданы всем школам. И сегодня учебные планы, программы, уроки будут уплотнены. И дополнительного времени нам на сегодняшний день не требуется. Работа депутатского корпуса в районах республики продолжается. Количество звонков в муниципальные штабы постепенно сокращается. Было принято 149 обращений. Количество обращений уменьшается. Содержавшаяся информация проверялась депутатами. Оказано необходимо содействие в оперативном решении. Заместитель министра России по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян отметил слаженную работу правительства республики. По его словам, нам удается оперативно справляться с трудностями блокаута. Пошел сюда газ. Стало все больше и больше появляться отремонтированные районы связи, охват населения. Вы не обвалили ни один социально значимый объект, что уже само вызывает уважение и великую благодарность. По словам главы республики, вторая нитка энергомоста уже на подходе. И не исключено, что к Новому году у крымчан ждет очередной светлый подарок. Дмитрий Попов, Денис Тищенко, Время новостей. В Симферополе при госком регистре открылся единый многофункциональный колл-центр. Он взаимодействует с заявителями сразу на нескольких фронтах. Информацию крымчанам предоставляют по стационарному и мобильному телефону через социальные сети «Скай». Показывают консультации пять специалистов. Они уже прошли обучение и приступили к своим обязанностям. В первый день работы в тестовом режиме в колл-центр поступило 76 звонков. Об этом сообщил глава госком регистр Александр Спиридунов. Республика Крым ничем в отрицательную сторону, а местами в лучшую только, не отличается от иных субъектов Российской Федерации. Ни в части земельного надзора, ни в части кастрового учета, ни в аспекте регистрации прав. Мы же ставим перед собой задачу исключительно эволюционировать, прогрессировать. В том числе внедряя такие передовые способы. Главное – инновация. Это не только телефонные звонки на многоканальную линию, это и электронная почта в режиме онлайн-консультирования и скайповая связь. Александр Спиридунов также добавил, госком регистр должен стать авангардом для других органов власти, предоставляющих услуги населению. Колл-центр будет работать с понедельника по пятницу с 9 до 18.00. В организации движения на проспекте Кирова в Симферополе произошли изменения. Теперь при движении в сторону площади Советская нельзя поворачивать влево на улицу Зои Жильцовой. Въезд на нее разрешен только при движении в сторону площади Куйбышева. И снова на ходу. Спустя две недели крымчане наконец-то увидели на улицах «Рогатый транспорт». На линию вышло 40 троллейбусов. Вообще преимущества электротранспорта много. Он экологически чистый, финансово выгоден, а главное – удобен для всех категорий населения. С людьми, которые предпочитают троллейбусы маршруткам, пообщалась Анастасия Соленик. Троллейбусы, которые не ходили с момента начала ЧАЭС, наконец-то снова вышли на линию. Рогатым транспортом пользуются все слои населения полуострова – от школьников и студентов до пенсионеров. Галина Евгеньевна как раз из тех, кто всегда пользуется троллейбусами. Вот он к бордюру ближе подъезжает. Мне, например, удобнее в него сесть. И так дергает. Вообще удобнее расположение мест и выход. Меньше столпотворения в автобусах. А вот некоторые рады выходу троллейбусов еще и потому, что отношение к пассажирам там намного лучше. Маршрутчики не хотят брать пенсионеров. Даже проезжают мимо, если видят, что стоят люди пожилого возраста. Просто комфортнее себя чувствуешь. Сел троллейбус, знаешь, что тебе никто ничего не скажет и не посмотрит нехорошим взглядом. Плюсов у такого транспорта много. Он экологически чистый, в новых машинах есть кондиционеры. А главное – троллейбус удобен для всех без ограничений. Комфортабельнее, чем маршрутные автобусы. Там и места побольше, и для инвалидов есть площадки, чтобы подняться. Мне нравится троллейбус, я на нем езжу в школу, потому что троллейбус – это быстрее и дешевле. За две недели незапланированного отпуска соскучиться по рогатому транспорту успели не только пассажиры, но и сотрудники. Мы все друг за другом скучаем. Ждали работу, довольны благодаря свету, что дали свет. Крымчане не видели рогатый транспорт на дорогах уже на протяжении двух недель. После запуска первой ветки энергомоста ситуация улучшилась. Максимальная мощность потребления симферопольскими троллейбусами в условиях ЧЕС в пиковом режиме составляет 1,5 мегаватта. В обычной ситуации, то есть нормальной ситуации в городе у нас работало 94-100 единиц. Сегодня работает 40, это меньше, чем половина, мы видим, да? Но это та минимальная потребность, которая может обеспечить городу нормальный пассажиропоток. Что касается междугородного сообщения, то с ними пока подождут. О запуске маршрутов из Крымской столицы на Южной бережье можно будет говорить, когда ситуация с обеспечением полуострова и электроэнергии улучшится. Анастасия Соленик, Александр Тегнири, Дно. Время новостей. На Украине все как всегда. Энергоблокаду Крыма устраивали под громким лозунгом «испортить жизнь оккупантам», а получилось, что навредили простым гражданам. И больше всего людям с ограниченными физическими возможностями. О том, с какими трудностями пришлось столкнуться этой категории жителей Симферопольского района, знает наша съемочная группа. Хотя так называемая энергоблокада Крыма и не сильно ударила по настроению людей на полуострове, но все же есть семьи, которым жизнь она подпортила изрядно. Валентина Драморецкая живет в Дубках Симферопольского района. Ее сын Сергей инвалид первой группы. У него редкое заболевание с синдромом Марфона. В республике живет всего два человека с таким диагнозом. Болезнь влияет на опорно-двигательную, сердечно-сосудистую и центральную нервную системы, а также на зрение. В комнату к парню нельзя, его состояние сейчас далеко не самое лучшее. При болезни Сергея каждый день нужны специальные поддерживающие процедуры, в том числе водные. И температура в доме не должна опускаться ниже 22 градусов. Но без электроэнергии все условия по уходу выполнить невозможно. Вот вчера мы буквально ловили электричество, потому что ванна у него обязательно. Это расслабляет его, это его успокаивает. И ванна у нас обязательно. Я вчера, буквально мы поймали свет, мы набрали ванну, было огромное счастье. Но мы только успели высушить волосы, нам его выключили. При Украине помощи семье не было никакой. В месяц на содержание ребенка с таким страшным диагнозом Валентине выделяли 13 гривен 86 копеек. За последние два года ситуация улучшилась. Но даже сейчас соседняя страна при помощи своих горе-активистов умудрилась навредить этой семье. Чтобы до полной прокладки энергомоста из Кубани состояние Сергея не ухудшилось окончательно, депутаты Госсовета решили выделить драморецким дизельный генератор. Трех с половиной киловатт должно хватить на элементарные нужды. А в будущем матери ребенка-инвалида пообещали помочь с отправкой сына в санаторий. Александр Губарев, Время новостей, Симферопольский район. Польза, честь и слава. В преддверии Дня Героев Отечества представители Севастопольского совета ветеранов побывали в гостях у воспитанников президентского кадетского училища. Для учреждения подобные мероприятия уже стали доброй традицией. Больше о встрече молодости и опыта знают наши корреспонденты. Саше Яковлеву всего 13. Однако с планами на будущее парень уже определился. Защита Родины. Такой патриотизм мальчику, как и другим воспитанникам кадетского училища, привели в том числе встречи с реальными героями Великой Отечественной войны. Опыт ветеранов стал для ребят наглядным жизненным ориентиром. Встретились с героем Великой Отечественной войны. Он нам рассказал, как он поступал в каких-либо ситуациях, какие героические подвиги совершали герои Великой Отечественной войны и к чему нужно стремиться в дальнейшей нашей жизни. Общение двух эпох в стенах кадетского училища проходит не впервые. Для ветеранов это возможность увидеть будущее той страны, которую несколько десятилетий назад они защитили от уничтожения. А молодняк, в свою очередь, получает шанс услышать о событиях мировой военной истории из уст ее непосредственных участников и очевидцев. Это архив важно для молодежи, поскольку еще в свое время Александр Васильевич Суворов сказал «Возьми себе пример героя, догони его, обгони его славой тебе». Вот каждый, видя перед собой соответствующий пример и образец, старается быть таковым. Рассказы о героях Советского Союза и России, о беспощадной войне и о том, какие позиции в мире сейчас занимает Россия. История каждого из ветеранов достойна летописи. Герои поделились с ребятами книгами, которые, по их мнению, пригодятся будущим защитникам. Среди них стихи и проза русских классиков в произведении о войне. Кроме литературы, ветераны подарили кадетам игру, известную во всей России – наследники победы. Практически хрестоматия для изучения уроков Великой Отечественной войны. За каждое прохождение какого-то урока или раунда присваиваются баллы. И тем самым они познают именно историю Великой Отечественной войны и истинных героев. Несмотря на юный возраст, кадеты осознают серьезность подобных встреч. Воспринимают их как своеобразную эстафету передачи опыта от поколения к поколению. Обещают сохранить подарки ветеранов, а сделанные с ними фотографии показывать уже своим детям. Борис Манин, Дарья Коширина, Время новостей, Севастополь. Это было последнее сообщение данного выпуска, однако наши корреспонденты продолжают следить за событиями. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова